Вау, привет! Кто-то... Так, корейский или... Ну, как-будто похоже на корейский или какой-то китайский язык. Ромка, привет! Ромко. Ой, без тебя. Спасибо большое. Без меня. Ой, какая-то свадебная фотосессия. Какая-то парочка. Милые. Не против потом ВЛС пообщаться. Ух! Что ух! Душа полна тобой. Что-то в этом есть. Архи Куни, привет! Привет! Без меня. Приветствую. Привет! Я сегодня так. Я немножко в другом измерении. Немножко в другом состоянии. Поэтому... Скоро пойду спать, если что. Мне сегодня максимально не нравится, как я выгляжу. Поэтому лучше подписывайтесь. Приходите завтра, окей? Можно вопросы. Можно вопросы. В третьем изменении, короче. Изменении. Да. Или во втором. Не знала. Сколько лет? Мне восемнадцать. Мне восемнадцать лет. Я молода, мудра для своих восемнадцати. Ты сейчас в какой комнате? Я в кухне. Не похож. На кого? На олигарх. Подписался на меня. Вот это наблюдает здесь? Ничего не пишет? Нет, ты в эфире. Ну да, в эфире. А что? Комната в эфире какая? Откуда я? Из Симферополя. Владимир, привет. Хочешь плыть и не грести? Море на фотках увидел. Ну да. Люблю море. Подумал у нас. Где у вас? Господи, я сейчас усну. Не усну, а не знаю. Впаду в четвертое измерение. Адлер. Не. Не Адлер. Выглядит шикарно на пять миллионов. А, пять с половиной миллионов долларов. Спасибо. Сиди за тем, как тикают часы. Я их слышу. Личко посмотри, пожалуйста, и уснешь. Ну и часы. Господи, выглядит страшно. Блять, я извиняю. Мне очень всегда страшно смотреть на часы. Троеточие. Нет. Не троеточие, а многоточие. Я и без часов усну. Просто... Не, наоборот. Когда я смотрю на часы, мне очень страшно становится. Эти биржи двадцать шесть. Это очень страшно. Не говори мне такого, пожалуйста. Не надо. Серьезно, я могу даже паничку словить из-за того, что я просто посмотрю на часы и такая думаю, блять. Каждая секунда идёт. Потом тридцать, а потом тридцать пять. Спасибо, блять. Спасибо, дура. Да ну реально страшно. Очень страшно. Каждая секунда идёт и всё. И ты умрёшь скоро. Если что. Потому что обратно часы не тикают. Часы тикают только вперёд. Что там страшного? Все мы взрослеем. Лопоухая. Не держи в курсе. Жалко, что ты уже старуха. Ладно, жалко, окей. Ой, хорошо, занят. Спинкой похрустеть. Ну, сейчас про мнём, если что, по меркам Вселенной. Ну, не знаю. Мне просто очень страшно. Эта тема. Я очень боюсь смерти. Очень боюсь неизбежности этого. И очень боюсь неизвестности. Ну, что поделать? Я обычно, когда... Ай, ладно, ничего. Это всё неважно. Умрёшь скоро, ладно? Окей. Ты тоже. Что поделать? Не мы такие. Жизнь такая. Моя бабка так тоже говорила за день. Тоже боится смерти? Угу. У меня так бабушка тоже говорила. Я столько вчера молодая была. Ходила там что-то училась в университете. И туда и сюда. Не успела мрыгнуть, как уже всё пиздец. Завтра умираете. И всё. Окей. Что страшного в неизвестности? Потому что я не знаю, что будет после смерти. И не то, что не предпочитаю думать, то, что будет просто темнота. Ну, типа, не то, что темнота. Темнота — это даже хорошо. Ну, вот просто ничего. Это даже представить себе нельзя. И, короче, очень страшно. Очень страшно это восстановится. То, что ничего не будет. Это даже нереально представить. Вот ничего. Как ты представишь себе ничего? Ну, вот был человек, вот так оп и нет. И ничего от него не осталось, ничего. Ну, короче, всё, пиздец. У меня мозги ломаются, когда я об этом думаю. Ну, серьёзно. Ну, вот как ты был до рождения, ты был никто, ничего. Так и зачем палиться? Я всё это тогда описать не знаю. Ну, не знаю. Мне очень страшно. Потому что я ещё не проживала эту жизнь. Вот. Так, как я хочу. Да, мне кажется, я не проживу. Ну, ладно. Окей. Будет вечный сон только, что это определяет наши грехи. Вечный сон было бы хорошо, если бы это был вечный сон. Потому что я не верю, что это будет даже сон. Типа во сне ты хотя бы видишь темноту. Не знаю. Ты говоришь, что уже завтра случится самое страшное. Ну, знаешь, никто не знает, когда это случится. Ну, может быть и завтра, а может и быть и нет. Может быть через сто лет. Но всё равно это страшно. А то, что ты от этого никуда не денешься. Это очень грустно. Почему ещё не придумали бессмертие? Пытай.